Ненавидите печатать на айфон? Раздражает количество ошибок и к тому же печатаете слишком медленно? В этом видео я расскажу о 10 секретах быстрого набора текста на айфон, 10 возможностей, которые сделают набор текста на айфон быстрее, проще и удобнее. Давайте начнем. Почему на ноутбуке работать удобнее, чем на смартфоне или планшете? Там есть трекпад для перемещения курсора, который сильно упрощает работу. В айфон также есть скрытый трекпад, о котором многие не знают. Чтобы его активировать, нажмите и удерживайте клавишу пробела и не отрывая палец с экрана перемещайте курсор туда, куда вам нужно. Эта функция упрощает перемещение курсора, с помощью трекпада этот вопрос решается быстрее. Кроме того, эта функция отлично подходит для выделения текста. Переключитесь в режим трекпада и коснитесь клавиатуры другим пальцем, теперь при движении пальца текст начнет выделяться. Это сильно упрощает и ускоряет работу по набору текста. Большинство пользователей при наборе цифр или символов постоянно нажимают клавишу 1, 2, 3, затем переходят к соответствующей клавиатуре, выбирают необходимый символ и снова возвращаются к буквенной. Но вместо того, чтобы постоянно переключать раскладку с текстовой на цифровую, можно использовать следующий способ. Вместо переключения просто следует нажать кнопку 1, 2, 3 и не отрывая палец от экрана переместиться на необходимые символы. Клавиатура автоматически переключится с буквенной на цифровую, а после ввода необходимого символа вернется в исходное положение – к прежней раскладке. Аналогичная возможность существует и по отношению к кнопке Shift. Вместо тапов по ней, вы можете просто ее зажимать и вводить текст. Известная фишка, но вдруг кто-то не знал. Чтобы акселировать набор текста за главными буквами, необходимо дважды нажать на кнопку Shift. Таким образом мы активируем функцию, аналогично используемой при включении клавишки Abslock на Mac или PC. Многие совершают ошибки при наборе текста на iPhone из-за того, что они не чувствуют физический отклик, как на настоящей клавиатуре. Однако такая функция есть на iPhone начиная с iOS 16. Чтобы включить небольшую приятную вибрацию при наборе текста, откройте приложение настройки на iPhone, работающем под управлением iOS 16 или более новой версии ПО. Коснитесь пункта звуки тактильные сигналы. Прокрутите вниз и выберите отклик клавиатуры. Передвиньте вправо переключатель тактильные сигналы. И теперь каждый раз, когда вы что-то печатаете на iPhone, смартфон, вы будете получать мягкую тактильную обратную связь при нажатии виртуальной клавиши. А если вам надоест такое поведение смартфона, перейдите по тому же пути в меню и установите переключатель тактильные сигналы в положение выключено. Имейте ввиду, что Apple сама говорит о том, что эта функция может повлиять на время автономной работы устройства. Печатать одной рукой на больших iPhone вроде модели Plus или Max может быть не очень удобно. Однако вы можете сделать это немного удобнее, слегка переместив клавиатуру в ту руку, которую хотите печатать. Нажмите и удерживайте значок глобуса в левом нижнем углу и проведите пальцем вверх по одному из двух вариантов клавиатуры. Затем клавиатура прижимается к правому или к левому для левшей краю экрана. В результате дотянуться до нужной клавиши становится гораздо проще. Чтобы вернуть все обратно, просто нажмите на стрелку сбоку клавиатуры. Если вам часто нужно набирать одну и ту же информацию, то настройте функцию замена текста. Она может сэкономить кучу времени при наборе сообщений. Например, так можно вводить паспортные данные, фио, номер телефона, адрес, часто используемую фразу по работе и т.д. Созданный шаблон для текстовой замены будет автоматически синхронизирован между всеми устройствами Apple при помощи iCloud. Для создания сокращения перейдите по пути настройки, основные, клавиатура, замена текста и нажмите на значок плюс. Теперь в поле фраза введите требуемый текст, а в поле сокращения вводимое пользователем для автозамены сочетания символов. Например, собственные фио «Яблоков Иван Иванович». Можно сократить как «МФ» «Моя фамилия», сокращение «МТ» «Мой телефон» можно применить к фразе с номером телефона «ПД» «Паспортные данные» и т.д. После окончания формирования шаблона нажмите на кнопку «Сохранить». Теперь после ввода указанного в поле сокращения текста, он будет автоматически меняться на сохраненную фразу. Кстати, также можно добавить и символ Apple на клавиатуру iPhone или iPad. Просто скопируйте его из описания к этому видео и вставьте в настройках в опции «Замена текста». Как и во многих других устройствах Apple, в iPhone есть функция диктовки текста. Это может реально сэкономить много времени, а с выходом iOS 16 эта функция прокачалась еще сильнее. Чтобы активировать диктовку, нажмите на значок диктофона в правом нижнем углу клавиатуры. А теперь диктуйте все, что вы хотите записать. Чтобы поставить знак припинания, просто произнесите его, а если диктуете на английском языке, то с iOS 16 смартфон расставит знаки припинания самостоятельно. Если диктовка вас не поняла, исправьте ошибку вручную. После нажатия клавиши «Готово» запись речи прекратится. Когда вы печатаете и допускаете ошибку, вы можете легко избавиться от своей последней правки. Во-первых, вы можете слегка стряхнуть свой iPhone и так отменить последнее действие. Если тряска iPhone в публичном месте заставляет вас чувствовать себя некомфортно, то можно сделать то же самое просто проведя тремя пальцами влево по экрану. Вы получите уведомление вверху экрана о том, что последнее действие было отменено. Надо сказать, что обе эти функции работают сквозь всю систему. Например, случайно закрыли вкладку в Safari или удалили фото, то чтобы вернуть все назад, так же сделайте одно из этих действий. Когда вам нужно скопировать текст из реального мира, например, из книги или документа, вы можете использовать функцию сканирования текста. Нажмите на экран того приложения, где вы печатаете и откроется маленькое меню над вашим курсором. Здесь вы уберите значок захвата текста, это откроет вашу камеру, которую нужно держать над любым напечатанным или даже написанным от руки текстом. Когда текст будет обнаружен, он слегка посветлеет, затем нажмите на значок захвата текста в правом нижнем углу, чтобы зафиксировать текст. После этого выделите текст, который вы хотите скопировать в свой документ, нажмите «Вставить». Когда ваш iPhone ожидает, что вы введете веб-адрес или адрес электронной почты, вы можете легко получить доступ к разным доменным именам. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «Точки» на клавиатуре и не отрывая пальцы от экрана переместите его на доменное имя, которое вы хотите вставить. Кстати, напомню, что это работает только тогда, когда iPhone распознает то поле, в котором выводите текст как строку в браузере или поле ввода адреса электронной почты. Очень часто во время переписки или общения в мессенджере возникает необходимость ввести редко используемый символ, которого нет на клавиатуре iPhone. Мало кто знает, что в стандартной клавиатуре iOS есть практически все нужные знаки и обозначения. Большая часть специальных символов спрятана за стандартными кнопками на клавиатуре и вызываются с зажатием клавиш. Если нужен символ из другого языка, знак для транскрипции или буквы с ударением, зажимаете похожую клавишу в английской раскладке. Например, если зажать цифру 0, то получите символ градуса. Если нажать на клавишу дефис, то откроются минус и длинное тире. Апостров, гравис и одинарный штрих эти символы можно получить при зажатии кнопки «одинарные кавычки». Знак промилле можно ввести путем долгого нажатия на символ проценты. Если зажать кавычки, то получите доступ ко всем видам кавычек. Долгое время сторонние клавиатуры для iOS были непопулярными из-за эффективности встроенного решения, но с тех пор эти инструменты явно улучшились. Та полезность, которую они предоставляют, перевешивает вероятные проблемы с надежностью. Одной из самых лучших сторонних клавиатур для iOS можно назвать Gboard от Google. В ней присутствует строка поисков Google, замена и поиск эмодзи, поиск GIF и многое другое, здесь есть даже свайп на русском. Инструмент получился действительно многофункциональным. После установки приложения Gboard или любой другой сторонней клавиатуры, ее необходимо активировать в системе. Для этого перейдите в настройки, основные, клавиатура, клавиатуры, новая клавиатура и выберите установленную программу. Теперь запустите клавиатуру, нажмите, удерживайте кнопку с глобусом и выберите недавно установленную клавиатуру. Это позволит переключиться на нее. Надеюсь, что это видео было полезным для вас. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк этому видео. Пока!